Здравствуйте! Проходите ко мне. Вы у нас с собачкой первый раз. Да. С другими животными были когда-нибудь? Нет, первый раз. Давайте оформимся и пойдете на прием немножечко. Подождем. О, да. Сиди. Паспорт человеческий с собой у вас есть? Давайте. Как зовут вашу собачку? Лора. Лора. Так, ладно. Собой понятно девушкой. Так, давай. Это у нас был актун. Это печенка. Так, сиди здесь. Я не буду другать. Покажи. Зависть в последний раз седьмого. Печень. И агуляция, скорее всего. Можно мне ее сюда посадить рядышком? Если есть беременность, то где-то 35-37 дней. Починя сидеть. Группа поддержки. Да. Вот суета. А, как только есть. Я тоже думаю, что есть. Они очень-очень маленькие. Нам покрасивее фотографию, пожалуйста. Мы ее повесим в раму. Один на двоих получается. И равномерно. Некоторые пациенты прямо есть, которые я уже знаю, что на шерсть этих пациентов у меня аллергия. И, собственно, я уже готовлюсь с утра. Ну, то есть там, напилаю таблеточку антигистаминную, надеваю повязочку, маску и принимаю. Это профессиональная все-таки аллергия, это профессиональное заболевание ветврачей. Ходила я когда на прием к докторам, к нашим, он говорит, нет, вам надо заниматься бумажной работой, только бумажной. Нет, вы что? Я умру на бумажной работе, я не смогу там работать. Рассказывайте, что с вами случилось, сколько вам возраст, что вас беспокоит. Так, 4,5. То есть, один раз вязали щенки, у меня были, как бы, все в порядке. У меня еще тут пошли скрытые течки. То есть, вы не видели, как, что происходит? Да, мы киберлигируем, она, то есть, сходили там, посмотреть, там узок, выли, как опора, все там, вязка, контрольная вязка, безрезультатно. Ну, у вас такой же, то есть, опять скрытая течка, через булит уже. Ну, привет, привет, да, да, такая порода залижет до смерти, говорят. Все, все, все. Ой, скажи, я, скажи, тут нашла хорошего червячка. Да, меня ценят, подожди, все, успокаиваемся, все. Подожди, потом поцелуемся, потом поцелуемся, сейчас посмотрим. Да, папа тебя похвалит. Так, давай к папочке поворачивайся, эти мордочкой поворачивайте, ко мне попочкой. Я ее пощупаю, послушаю, потом. Вот роды, когда были, сколько щеночков родила? Все живые были, все нормально. То есть, только последний был мертвый, но это из-за нее она там, буквально, перед родами решила через забор сигануть и плюхом-то плюхнулась. То есть, там, где мы утромировали. Ну, прости, Фросечка. Ты сделай держалки из бинта для челюстей. Да, это моя собака. Ей три года, норвич-терьер. Я обычно сам вообще ничего не делаю. Знаешь, я в обморок упасть могу. Кому-нибудь просто бронхоскопию никто не сделает больше. Так обычно даже инъекции какие-то я вам девочкам приношу, говорю, поставьте, я не могу смотреть. Вместо челюсти можешь язык просто держать. Она кашляет две недели уже. Мы что-то не можем ничего, никакие выучить. А сейчас, Александр, пройдите, пожалуйста, в стационар. Вроде никакой серьезной причины не должно быть. Гной есть у легких. Все, все, и обратно сразу. Сколько соберется. Ты активная, да? Ты даешь родителям похохотать, да? Да, скажи, мы играем часто. Хорошие собаки эти, такие компанейские собачки. Хорошая порода. Конечно, детей надо от таких собак. Я пошла красить мазочек и смотреть. Вот минут 10 отдохните здесь. Если хотите, можете здесь посидеть, если хотите, можете. Можете погулять, да, вернуться через 10 минуточек сюда. Как в любой профессии, мне кажется, если чем-то занимаешься, то будет такая проблема, только самая сложная. Я уже операцию перенесла, куча стационарного лечения за 3 года. Просто как-то не везет. Ничего, Тимоха. Ну, все равно других животных побаивается. Привет. Привет. Нас не забалуешь, да? Я первый раз свою собаку оперировал, когда учился на последнем курсе в зоове техникуме. И у нас во время операции выключился свет. Мы принесли из лаборантской свечки. Зажгли. Ну, надо заканчивать. Как-то ни в фонариках, ничего не было. Все нормально было, но понервничал сильно. Тросечка. Грузья, мда. Тросечка. Девочки, я у вас мазочек покрашу гемоколором, конечно же. А почему? Из лагалища. Лагалищный мазочек. Это мы специальными красителями окрашиваем мазочек, чтобы нам просветились клеточки, чтобы мы их хорошо видели под микроскопом. Сейчас настроимся, чтобы нам все клеточки были видны. В каждом цикле, течки, не течки, там свои клеточки. Ну, по процентному соотношению мы как раз их можем идентифицировать, соответственно, и понять, в какой стадии полового цикла собачка находится. Лимфоциты есть немножечко. Воспаление небольшое есть. Сейчас, когда до 100 дойдем, ну, в процентах он считается у нас. Аппаратик запищит, который я нажимаю, чтобы я остановилась. Хорош, хватит. Отправление ножа только в одну сторону. Получается, прорезаете только кожу, а остальное протереть, все. Нажимать пинцентом образец нельзя будет, только чуть-чуть подхватить за куличку. Поддеть? Поддеть за волосок можно или за коротку? Да, отлично. Кистильный часок. Да, он даже хорошо держит. Все, пойдет так. Это мой пациент, кошечка Варя. Она у меня наблюдается с проблемами кожными. Мы подозревали, еще первично, когда она поступила, что у нее не просто аллергическая реакция, и исключали также паразитов и бактериальные инфекции, они отрицательные. Чтобы поставить диагноз и знать, какой процесс происходит, чтобы у нас точный был диагноз, мы говорили о прогнозах и о точном лечении, мы у нее брали анализ кожи. И этот материал будет отправлен в Москву, если в Москве нам не дадут результатов, если у них будут какие-то сложности, то он будет переправлен в Англию для исследования гистологов. К примеру, у нас был бигль, такая пока еще не очень популярная в России порода, с очень сильной болью. Он кричал прям периодически. И чуть-чуть нарушена походка была. Мы провели все исследования, которые возможны. И ничего не можем найти. Я написал своему коллеге-неврологу в США. И его ответ нас долго веселил здесь всех. Он пишет, ну, конечно, это же синдром боли у биглий. Болезнь такая называется. И что? Ну, вот ему надо дать преднизолом, там за пять дней все пройдет. И действительно, дали собаке преднизолом, все прошло. Это показывает, что изучено уже и считается стандартом в Америке. Может быть, совершенно неизвестным здесь. После операционного заживления ран, то есть вот здесь вот, ну, более хорошим качеством посмотреть, они проводят обработку инфракрасного обучения, то есть лампы инфракрасные. Обрабатывают шовчик. Сейчас я покажу, как это происходит. То есть вот здесь уже прооперирован кролик, там маленький шовчик. И вот этой вот лампой. То есть вот она говорит о том, что это очень важно, чтобы регенерация тканей происходила, чтобы не было гематом, который вот часто у кролика уже бывает, у нее же крови достаточно серьезно. Вот чтобы эти гематомы быстрее рассасывались. Ну, вот хорькам, крыскам после, ну, в реабилитационный период, там сложно одевать воротники, что-то как-то защищает швы. У них что-то для этого есть? Внимание, воротник для сахарного пассума. То есть это кассета от старых пленочных аппаратов, которая сделана дырочка посередине, тут пластырем приклеена. Америку не открываем. Все, в общем-то, как у нас. Когда появился интернет, ну, дома, и первое, что вообще я как бы сделала, после того, как мы подключили интернет у нас дома, это я начала искать ветеринарное сообщество. Я пыталась там найти что-то в англоязычной среде, и было очень сложно. Сейчас, конечно, уже существует масса ресурсов профессионального общения, причем многие сайты подружили людей не только виртуально, но и реально. Если вы посмотрите сюда, то увидите в матке жидкость, примерно 3 миллилитра. Видите, вот темное пятно. Это ненормально для диэструса. С помощью УЗИ мы не можем сказать, что это, гной или просто какая-то железистая секреция. Сейчас собака дышит, и очень сложно разглядеть яичник. Мы не видим какого-то значительного утолщения стенки, но вот здесь можно увидеть расширение некоторых желез. Это какой-то динамично развивающийся процесс, и необходимо проводить лечение быстро. Все, давайте ее отпустим. Мы должны искать что-то, что убивает сперму во время оплодотворения, либо убивает эмбрионы, когда они уже спустились вниз. То есть что-то в матке не так. Тем не менее, это хорошее время для УЗИ репродуктивного тракта. 99% проблем с бесплодием это проблемы чистопородных животных. Лечить бесплодную дворнягу чрезвычайно редкий и нетипичный случай. Кроме того, можно еще отметить такой нюанс. Бесплодие в большей степени поддержаны крупные и средние породы собак, нежели мелкие. Ой, закопался, закопался. Давайте мерить температурку. Давайте мерить. Ой, какая-то у суриката. У суриката температурку. Тихо, 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 малыш. Малыш. Ой, ну что такое в пупе ковыряются? Что такое? Тихо, 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 тихо. Гоньку упустил на нас. 37,3. Вот какой молодец, вот какой молодец. Он вообще в шоке. Он реально возбудился от градусника. Банальная кастрация суки, удаление яичников предотвращает половую активность собаки. Самое главное, продлевает ей жизнь. Ну, много таких операций делается, грубо говоря, на кухонном столе с минимальными затратами, но к соответствующим результатам. Поддержание стерильности операционной очень дорогостоящая штука. На каждую операцию свой комплект инструментов. Операционного белья, анестезиолог, оперсестра. Риски высокие, анестезиологические, хирургические. Ну, что дома, если оперировать? Это простая операция, ее можно сделать на столе. В столе и сердце можно прооперировать. Но готовы ли владельцы на риски? То есть время талантливых одиночек в прошлом веке закончилось в медицине. Ну, серьезная медицина всегда коллективный труд. Салфетка, да? Во Франции, например, существует 4 банка спермы. Три базируются в ветеринарных школах и один частный. И, собственно, я и работаю. Надо сказать, что это самый крупный в Европе частный банк замороженного семени собак. Так вот, не так давно мне довелось осеменить суку добермана семенем, которая на сохранность была взята еще в 1981 году. Собака принесла трех щенят, что не так много. Тем не менее, эта линия сохранилась. Так, пойдемте. Что-то ты где искупаться успела, что ли? Ваш мазочек соответствует позднему метеструсу. Ну, то есть течка делится на три основных стадии. Начало проэструс. Сама течка, когда происходит эвуляция, это эструс. И метеструс, ну, это уже окончание течки, где там все, все клеточки восстанавливаются и так далее, и так далее. У вас сейчас конечная стадия метеструса. Метеструс длится около двух-трех месяцев после течки. Ну, то есть, соответственно, после родов. Воспаления там у вас нет. Просто тогда заранее узнайте, что за кобель, ну, какая у него по качеству сперма, чтобы у вас было хорошее, либо отличное качество, не низкого качества, чтобы собака могла максимально забеременеть. Есть владельцы, к примеру, разводят собак, да, и так на них и смотрят, ну, с точки зрения денег и разведения. Но их немного. Абсолютное большинство, конечно, ну, наши пациенты, которых мы видим, они, конечно, любят своих животных. Это радостно. Ты покажись, покажись, красавчик. Запомнилась кошка по кличке Жаба, например. В общем, все оказалось у этой собаки много интересней. Гной, ребята, абсцент. Их родные мамы в природе кормят до 50 вообще раз за сутки. Я тебе когти выдерну.